На открытых луговых равнинах сталкиваются силы природы. Выживание зависит от сверхъестественных сил. Кошки переходят на гипердвигатели. Пасущиеся животные становятся пробивными громадинами. Белки нападают на змей, словно какие-то хулиганы. Благодаря новым устройствам мы сможем узнать об удивительных способностях животных из первых рук. И открыть для себя великолепие физической мощи. Даже в самые ответственные моменты, когда вопрос жизни или смерти решается в мгновение ока. Природная инженерия. Выживание в саванне. Огромные территории лугов и саванн есть почти на всех континентах. В этом открытом горизонтальном мире встречаются самые большие концентрации стабных животных на планете. Они имеют копыта, бегают, питаются травой и передвигаются огромными группами. И это вызывает интерес и пробуждает аппетит у одних из самых сильных охотников на Земле. Стада и охотники. Эта вечная борьба приводит к одним из самых драматичных столкновений в природе. Гну против львов. Бизоны против бизонов. Стада, строящие подземные крепости. Охотники, спускающиеся с неба. И ни с чем не сравнимый миг с участием самых быстрых соперников саванны. Это чудесные моменты. Просто увидеть их уже удивительно. А снять на пленку зачастую невозможно. Слишком быстро, чтобы угнаться за гепардом. Слишком неожиданно, чтобы выследить хищных птиц. Львы, затерявшиеся в траве, которая растет в саванне повсюду. Но сняв эту драму, с перерывами, мы сможем разгадать тайны одних из самых совершенных состязаний в природе. В африканском парке Серенгети самые роковые события разыгрываются между огромными стадами, мигрирующих к гну численностью более миллиона особей. И прайдами львов, обитающих у них на пути. Спрятаться на открытом ландшафте особенно негде. К тому же тут всегда существует угроза нападения со стороны мастеров по скрытности, хитрости и скорости. Передвижение стадом повышает шансы на выживание. Тут действует жестокий расчет. Стадо представляет собой более крупную и заметную мишень. Но опасность для каждой гну в отдельности снижается. Конечно, некоторые из них неизбежно становятся жертвами. Гну. Лев. Казалось бы, соперники не равны. Но при таком количестве переменных результат никогда не известен. Игра ведется на сантиметры. Вернее, примерно на 50 метров. Критическое расстояние, когда скорость гнул, зачастую превосходит огромную силу ускорения большой кошки. Из этих оппонентов гнуни кажется грозным соперником. Но в этом невероятном чемпионе есть нечто, что незаметно на первый взгляд. Основная масса тела сосредоточена в верхней передней его части, что идеально для преодоления сотен километров галопом. А тонкие ноги, легкие голени и мускулистые бедра, плотно сидящие у туловища, способны на рывки со скоростью 60 километров в час. А в копытах находится пахучая железа, которая позволяет гну следовать друг за другом, невзирая на пыль или темноту в ночи. Ее тело создано все время быть на ходу, ведь каждый день это гонка за жизнь. Полагаясь на зрение, которое во много раз острее, чем у человека, лев осматривает стадо. Но гну тоже на чеку. Да так, что лишь одно из семи нападений львов оказывается успешным. Заметив опасность, стадо убегает, а иногда сбивается в кучу, пряча своих детенышей. Гну даже дают отпор львам-одиночкам своими головами. Для гну трава – это жизнь. Но эта же трава – прикрытие для врагов. Этот лев, спрятавшийся в траве, понял, что, возможно, это его шанс. Мать с теленком отбились от стада. На ходу, благодаря ускорению, лев преодолевает 15 метров менее чем за 2 секунды. Но в этот миг происходит нечто неожиданное. Львица отворачивается от теленка. Более легкой добычей пытается догнать взрослую особь покрупнее. Почему? Причина кроется в том, где эти соперники были всего несколько секунд тому назад. Проникнув так глубоко в спасательную зону гну, львица, возможно, думает, что теперь у нее есть шанс изнурить обед подольше. В отличие от гну, у которых голени длинные и тонкие, у львов они короткие и мускулистые. Это все равно, что состязание марафонца с прирожденной выносливостью и спринтера с силой тяжелоатлета. При нападении лев нацеливается на уязвимые бока гну. Затем следует прыжок. Кошки вращают запястьями, обхватывают жертву лапами и выпускают когти, похожие на лезвие перочинного ножа, удерживая ее. Гнув весит больше львицы. Но природа не наделила ее поперечной устойчивостью. Своими мощными плечами и скоростью движения львица сбивает его с ног. Когда жертва оказывается на земле, лев впускает в ход зубы. Ими зверь хватает гну за горло или зажимает морду. Укусы длинными клыками, словно удары кинжалом, и жертва погибает от удушья. А дальше верхние и нижние платоядные зубы действуют, будто ножницы разрезая мясо. Даже на поверхности языка имеются острые наросты для обдирания плоти с добычи. Вроде бы один гну, один лев. Но, в общем, это типичный пример лугового равновесия. Небольшие группы охотников используют свои шансы среди мигрирующих стад. Любой удар требует молниеносной быстроты, удачи и миллионов лет физиологической адаптации. Трудно представить себе другое животное, помимо царя-зверей, с такими сверхъестественными силами. Скоростью, мощью, челюстями и когтями. Но у одного существа все это есть. И оно умеет летать. С размахом крыльев равным двум метрам, беркут одна из самых крупных и, пожалуй, самых свирепых хищных птиц. Это хищники. Ведь самая характерная их черта – захват и убийство жертвы лапами с когтями на концах. Этот воздушный охотник патрулирует территорию площадью более 24 квадратных километров и бросается вниз со скоростью почти 320 километров в час. Он способен убивать добычу размером с оленя. Но в основном беркуты кормятся зайцами и сусликами, а в степях – американскими зайцами. Вытянутые когти выпускаются сверху, будто пули. Преследуемый зверь в беде. Он мечется по земле в отчаянной попытке убежать. Но несмотря на весь их арсенал, технику и способности, беркуты выигрывают не всегда. Несмотря на полное преимущество соперника, «Заяц» может выжить в воздушной атаке беркута. Чтобы понять, почему на мгновение наступает передышка, миг, когда жертва превосходит охотника, нам надо вернуться к началу. Когда беркут летал высоко в небе, используя свои широкие крылья для ловли тепловых потоков, кости в крыльях беркута полые, благодаря чему они мало весят. В основном, вся тело и сила птицы сосредоточены в летательных мышцах в груди. А расположенная в глубине крошечная душка поглощает нагрузку на ее мощные машущие крылья. Эти крылья идеальны для парения. Но по сравнению с быстрыми крыльями других хищных птиц, вроде соколов, широким крыльям беркута тяжелее совершать крутые повороты. А американские зайцы в этом чрезвычайно хороши. Но эти птицы способны заметить подергивание зайца за несколько сотен метров. Они известны своими зоркими глазами, глазные яблоки которых крупнее их мозга. Благодаря им птицы получают картинку в три раза четче, чем люди. Заметив цель, охотник бросается вниз. Но американский заяц так просто не сдается. Благодаря своим мощным задним лапам он бегает со скоростью свыше 64 километров в час. Механизмы адаптации в мозгу помогают ему сохранять хладнокровие, несмотря на бешеный темп. Череп зайца сидит на амортизирующем суставе. И это помогает ему стабилизировать изображение во время скачков на предельной скорости. Кончики крыльев у беркута кажутся неровными. На самом же деле это отдельные перья, похожие на расставленные пальцы. Отдельные крылышки обеспечивают лучший подъем и предотвращают опрокидывание при торможении. Ни один самолет, но такое не способен. И все же что-то пошло не так у беркута. Заяц резко останавливается. И беркут пролетает над своей мишенью. Словно рыба, выброшенная из воды, беркут, вынужденный идти пешком, потерял шанс поймать эту добычу. Несмотря на свое удивительное вооружение, охотники действуют успешно не всегда. На каждый зуб, яд и коготь в арсенале хищника у жертвы есть свое защитное оружие. Но что бывает, если заклятый враг животного его же сородич? Лето в американских степях близится к концу. Дни становятся короче. Приближается брачный сезон бизонов. Время, когда самцы стада нападают друг на друга. Явление, известное как гон. Самцы устраивают агрессивные представления, соревнуясь за самок. А потом борьба обостряется. Доминантные самцы сходятся лицом к лицу с чередой претендентов, каждый из которых твердо решил отнять у него право доступа к самкам. При встрече одного бизона с другим нет места ничему, кроме ударов. В чем секрет внутреннего строения самых крупных животных Северной Америки? Откуда берется это их огромная сила? С ранних лет у них проявляется бизоний характер. Хоть у них нет еще сил его отстоять. Но всего за несколько лет их вес становится больше 900 килограммов. При такой телесной броне они готовы к дракам. А в момент удара все зависит от необыкновенной внутренней конструкции. Крупное костное надплечье создано, чтобы увеличивать темп наступления до предела. Огромные позвонки поддерживают фирменный горб. Шлем из шерсти и шкуры толщиной в несколько сантиметров закрывает твердый, как камень череп. Это одна из самых плотных защитных прокладок в природе. И плюс ко всему страшно острые износостойкие рога длиной до трети метра. Битва кипит, и в этих самцах играет в два раза больше андрогенных гормонов, чем обычно, что снижает их болевую чувствительность. Один из претендентов отступает и в итоге сдается. Животные, у которых бывают периоды гона, сталкиваются головами лишь раз в год. А для других биться головой это образ жизни. Это один из самых знакомых звуков. Существо, дающее знать о своем присутствии. Да так, что и не скажешь, что оно столь мало. Как же мозг этой птицы выдерживает такое наказание? До 20 раз в секунду мордой вниз. При столкновении дятлы с деревом сила удара в 20 раз больше нокаутирующего удара боксера. Дятлы вооружены сильными клювами, чтобы вырубать дуплы для гнезд, выискивать жучков и отстукивать брачный зов. Но в этот момент после удара прочность внешней аппаратуры полностью зависит от внутренней операционной системы. За миллисекунду до каждого удара мышцы за клювом сокращаются и предотвращают воздействие на мозг. Чрезвычайно длинный язык птицы втягивается внутрь и сворачивается. У некоторых видов есть внутреннее веко, которое закрывается, защищая глазное яблоко от разлетающихся щепок. Биомеханика, позволяющая этим мощным птицам спокойно сверлить и стучать, удивительно сложная. Отдача вполне простая. Они выдалбливают дуплы и строят гнезда, где их потомство будет в безопасности. Будь то только что вылупившиеся птенцы в гнезде или детеныши в норе, в мире природы эти места часто становятся мишенью. И порой очень грозно хищников. Но в момент нападения даже маленькая жертва, вооруженная тайными силами, готова дать отпор опасному врагу. Одного взмаха хвостом или звука погремушки гремучей змеи обычно достаточно, чтобы вызвать у большинства из нас страх. Первичный момент столкновения с одним из самых эффективных и приспособленных к среде обитания хищников природы гремучими змеями. Раздвоенный язык, чрезвычайно опасный яд, смертельная опасность. В разгар дня ползет гремучая змея и она голодна. На этих лугах в Северной Калифорнии белки – один из самых любимых видов добычи. Вы вряд ли бы подумали, что тут вообще есть место соревнованию. Подумайте снова. Может, это и кажется безрассудно смелым. Но в ходе эволюции у белок выработались сверхмощные средства обороны для защиты своей колонии в миг опасности. Суть стратегии белок – обман. Они выглядят и ведут себя, как другие звери. Трюк действует благодаря мировосприятию их врагов. Черта, характерная для ряда ядовитых гадюк планеты, это теплочувствительные органы, расположенные по бокам их головы. Их называют лицевыми ямками. Это внешние отверстия, внутри которых два чрезвычайно чувствительных регистра тепла, помогающие змеям судить о местонахождении и размерах теплокровной жертвы. Действуя как пара рудиментарных глаз, тепловые ямки позволяют змеям отличать организмы, температуру тела которых всего на 0,003 градуса выше температуру окружающей среды. Но каким-то образом белки все это поняли или, по крайней мере, научились использовать способность гремучих змей и улавливать тепло против них самих. Столкнувшись с гремучей змеей, белка начинает бешено махать хвостом. Это не паника. Так кровь приливает к хвосту, и он становится почти таким же горячим, как остальное тело. В итоге тепловое очертание кажется больше. змея переходит в оборону. Прибегают другие белки и начинают щебетать, издавая крики тревоги, чтобы предупредить остальную колонию. Взрослые белки могут рискнуть и проявить смелость. Даже если их укусят, тензимы у них в крови сделают яд менее токсичным. В основном опасность грозит детенышам белок, которые еще восприимчивее к яду гремучей змеи. И похоже, гремучие змеи это понимают. Они обыскивают колонию, выискивая входы в норы. Гремучая змея напоминает ракету с тепловой системой самонаведения, направляясь прямиком к норе. С этим не хочет столкнуться ни один родитель. Но это момент истины. Самка белки бросается в бой в попытке отразить нападение захватчика. Змея рискует и закапывается в землю. Наконец, она отступает. В затяжной борьбе между хищником и его жертвой наступательное оружие часто вызывает ответные меры. Гремучие змеи и белки оказались посреди эволюционной гонки вооружений, которая длится миллион лет. И все же каждый раз, когда эти двое встречаются лицом к лицу, все сводится к выживанию. не все луговые стычки это битва один на один. нередко врагу противостоит целое стадо. Порой нужно, чтобы вся армия реагировала на захватчика немедленно, как один. когда речь заходит о термитах, представление о стаде выводится на новый уровень. Они образуют суперколонии, способные строить супербольшие крепости. Словно замки, они возвышаются более чем на 6 метров ввысь. термитники создают безопасные зоны посреди открытых лугов. Влажный микроклимат, защищенный от высушивающего воздействия африканского солнца. Для благополучия гнезда главное это инженерия. Он ловит ветер, чтобы в термитнике циркулировал воздух. в нем есть протяженная сеть коммуникаций. Но это вовсе не рай, ведь незваные гости наведываются сюда так часто. Неудивительно, что вкус термитов полюбился стольким животным. Их очень много. По всему миру муравьи и термиты составляют 20% всего животного мира. И это превосходный источник пищи, ведь в них больше белка, чем в бифштексе. Ведь вопрос в том, как термиты выживают, несмотря на все это внимание. У них есть секретное оружие. И оно наделено огромной силой. Глубоко под термитником закопана королева термитов. Обладающая огромным пульсирующим телом. Она откладывает по яйцу каждые три секунды. Всего 30 тысяч в день. Также она выделяет феромоны, которые стимулируют ее слепых рабочих, и те ловят ее яйца словно акушерки, а потом относят их в ясы. Охрана королевы – дело термитов солдат. При вторжении они готовы защищать термитник, а в числе их врагов и муравьи. В открытой саванне условия для животных, на которых охотятся хищники, совсем другие. Место, где без бдительности не обойтись. где в одно мгновение постоянное внимание сменяется выбросом адреналина. Вот три львицы похитили детеныша жирафа. Мать пытается их отогнать. Передние ноги у жирафа длиннее из задних. Удивительно сильные, они могут нанести смертельный удар. Львы редко отваживаются нападать на взрослых жирафов. В основном урон причинили львы, но в запале самка могла затоптать своего собственного детеныша. поняв, что малыш умер, она неохотно покидает поле боя, а львы приступают к поеданию падали. Более половины всех детенышей жирафов становятся жертвами, обычно львов или гиен. Как и в других районах саванны рождения, смерть идут рука об руку. Все решается в одно мгновение. Всем животным на планете нужно время, чтобы вырасти. Кому-то меньше, кому-то больше. Но никто не появляется на свет полностью сформирован. Научиться пользоваться арсеналом сразу получается не всегда. и лучше быть готовым к тому моменту, когда он понадобится. Представьте, что значит вырасти в существо с одним из самых крупных тел на Земле. Все слонята вынуждены проходить важную проверку в раннем возрасте. По сути, им надо научиться пользоваться хоботом, удивительным органом, от которого зависит их жизнь. Хобот слона это и рука, и нос, и телескопический зонт, и вилочный подъемник, использующийся для тяжелой работы. это единственное приспособление нужное им для того, чтобы класть пищу в пасть. А в воде это и пушка, и трубка, и соломинка. Детеныш слона сосет молоко матери ртом. Этот малыш пытается также пить воду. Попытки привести в движение свисающий придаток могут вызвать у детеныша слона сильное разочарование. Как язык у человека и щупальцу осьминога, хобот это герметичная система с тысячами мышц, тянущимися вдоль и расходящимися вокруг ноздрей. Они дают такую превосходную координацию движений, что кончиком слон может поднять монету. Когда слон научится, все, что он ест и пьет, будет попадать ему в пасть через хобот. А мастерство, с каким он им пользуется, иногда становится инструментом высокого интеллекта. Тогда, когда они дотрагиваются до костей своих мертвых сородичей. Важнейшим в строении зверя, известного своим размером, становится этот инструмент, по своей практичности превосходящий, пожалуй, все инструменты в животном царстве. Одно за другим мы увидели наиболее типичные для лугов столкновения. Демонстрацию скрытности, мощи, силы в количестве, грации в движении. Но в открытой саванне встречаются животные с другим строением тела. Кости, сухожилия, мышцы и нервы. Все доведено до совершенства во имя скорости. В итоге возникают ни с чем несравнимые моменты борьбы между стадом и охотником, гепардом и самыми разными газелями. Кажется, что соревнования этих биомеханических ракет попирает границы того, на что способно тело животного. При столкновении двух этих давних противников вопросы о победителе и проигравшем часто решаются тем, кто находится в лучшей форме и кому везет. Сначала гепард. на холостом ходу они разгоняются почти до 100 километров в час. Так быстро не бегает ни одно другое млекопитающее на земле. Это кошка с ходовой частью борзой, легкие кости и провислая спина, длинные ноги для разгона, длинный хвост для равновесия и короткая обтекаемая голова. Они ускоряются так быстро, что набирают предельную скорость за считанные секунды. Снять подробности этого можно лишь высокоскоростной камерой. Гепарды бегают быстро, как ракеты. Иначе нельзя. Как и их добычи газелин. низкотравные равнины, где встречаются эти антилопы, делают их стада довольно-таки заметными. Стада общительных газелей Томсона и спрингбоков открыты и изменчивы. Они бегают медленнее гепардов. Но на их стороне быстрые повороты и расстояние. Их сил хватает им на куда больший забег, чем спринтеру окошки. Во время бега кишка газелей накачивает воздух, словно высокопроизводительный поршень, увеличивая поступление кислорода до предела. Помимо впечатляющей выносливости, у спрингбоков свой стиль бега. Внезапные прыжки, которые называют позерством, демонстрируют их силу и отличную форму. Но выживание зависит от бдительности. Надо знать, где находятся хищники и вовремя убежать. однако сделать это так просто гепард не позволит. Обладая такой скоростью, ему не надо подбираться к жертве настолько близко, как к льву, чтобы напасть. Пятнистая шкура помогает им прятаться в траве. Этот охотник во многом полагается на зрение. черная тень под глазами не дает свету их слепить. Большие смотрящие вперед глаза обеспечивают цветное видение. А специальная полоска из нервных клеток в глазу увеличивает способность фокусироваться на бегущей жертве. В отличие от львов, которые часто нацеливаются на старых и больных особей гепарда преследуют здоровых газелей, обычно отставших от стада. Гепард начинает бежать. Но как он набирает такую скорость? Тазовый и плечевой пояс гепарда вращаются на гибком удлиненном позвоночнике, который сворачивается и разворачивается при каждом прыжке. при просмотре со сверхнизкой скоростью можно увидеть, что гепард перемещается по воздуху, преодолевая более шести метров одним прыжком. Позвоночник максимально выгибается назад, а связки внизу и вверху позвоночника растягиваются и снова сжимаются, выталкивая кошку вперед. Обладая молниеносными реакциями, это животное пытается убежать. Оно движется медленнее, но может обойти кошку на поворотах. Однако длинный хвост гепарда действует как руль, помогая ему справляться с крутыми поворотами. Даже при таком быстром беге гепард может вытянуть вперед одну лапу, чтобы поставить жертве под ножку. сбив ее с ног он тянется к ее шее своей короткой челюстью и маленькими тупыми клыками, хватает ее за дыхательное горло и убивает удушением. сегодня этому гепарду повезло. И хотя эта газель встретила достойного соперника, остальные особи стада продолжают жить благодаря численному превосходству. Несмотря на всю славу, не все звери-саванны такие зубастые и клыкастые. Не каждую секунду здесь происходит такой выброс адреналина. Большая часть дня проходит незаметно. но время от времени бывают моменты, когда жизнь от смерти отделяет лишь доли секунды, когда животные подвергаются максимально трудным испытаниям. И выживание никоим образом не гарантировано. Условия меняются, и природа находит новые способы адаптации своего арсенала. и мы уже от нее не отстаем. Наслаждаясь этими моментами вместе с этими существами, чтобы наконец увидеть гений природы изнутри. «Арк-тв» Текст читал Александр Гаврилин. Кишка газелей накачивает воздух, словно высокопроизводительный поршень, увеличивая поступление кислорода до предела. Кишка газелей накачивает воздух. Но выживание зависит от бдительности. Надо знать, где находятся хищники, и вовремя убежать. Однако сделать это так просто гепард не позволит. Обладая такой скоростью, ему не надо подбираться к жертве настолько близко, как к льву, чтобы напасть. Пятнистая шкура помогает им прятаться в траве. Этот охотник во многом полагается на зрение. Черная тень под глазами не дает свету их слепить. Большие, смотрящие вперед глаза, обеспечивают цветное видение. А специальная полоска из нервных клеток в глазу увеличивает способность фокусироваться на бегущей жертве. В отличие от львов, которые часто нацеливаются на старых и больных особей, гепарда преследует здоровых газелей, обычно отставших от стада. Гепард начинает бежать. Но как он набирает такую скорость? Тазовый и плечевой пояс гепарда вращаются на гибком удлиненном позвоночнике, который сворачивается и разворачивается при каждом прыжке. При просмотре со сверхнизкой скоростью можно увидеть, что гепард перемещается по воздуху, преодолевая более 6 метров одним прыжком. Позвоночник максимально выгибается назад, а связки внизу и вверху позвоночника растягиваются и снова сжимаются, выталкивая окошку вперед. Овладая молниеносными реакциями, это живот выискивая входы в норы. Гремучая змея напоминает ракету с тепловой системой самонаведения, направляясь прямиком к норе. С этим не хочет столкнуться ни один родитель. Но это момент истины. Самка белки бросается в бой в попытке отразить нападение захватчика. Змея рискует и закапывается в землю. Наконец, она отступает. В затяжной борьбе между хищником и его жертвой наступательное оружие часто вызывает ответные меры. Гремучие змеи и белки оказались посреди эволюционной гонки вооружений, которая длится миллион лет. И все же каждый раз, когда эти двое встречаются лицом к лицу, все сводится к выживанию. Не все луговые стычки — это битва один на один. Нередко врагу противостоит целое стадо. Порой нужно, чтобы вся армия реагировала на захватчика немедленно, как один. Когда речь заходит о термитах, представление о стаде выводится на новый уровень. Они образуют суперколонии, способные строить супербольшие крепости. Словно замки, они возвышаются более чем на 6 метров ввысь. Термитники создают безопасные зоны посреди открытых лугов. Влажный микроклимат, защищенный от высушивающего воздействия африканского солнца. Для благополучия гнезда главное — это инженерия. Он ловит ветер, чтобы в термитнике циркулировал воздух. В нем есть протяженная сеть коммуникаций. Но это вовсе не рай. Ведь незваные гости наведываются сюда так. И это вызывает интерес и пробуждает аппетит у одних из самых сильных охотников на Земле. Стада и охотники. Эта вечная борьба приводит к одним из самых драматичных столкновений в природе. Гну против львов. Бизоны против бизонов. Стада, строящие подземные крепости. Охотники, спускающиеся с неба. И ни с чем не сравнимый миг с участием самых быстрых соперников Саванны. Это чудесные моменты. Просто увидеть их уже удивительно. А снять на пленку зачастую невозможно. Слишком быстро, чтобы угнаться за гепардом. Слишком неожиданно, чтобы выследить хищных птиц. Львы, затерявшиеся в траве, которая растет в Саванне повсюду. Но сняв эту драму, с перерывами, мы сможем разгадать тайны одних из самых совершенных состязаний в природе. В африканском парке Серенгети самые роковые события разыгрываются между огромными стадами, мигрирующих к гну численностью более миллиона особей. И прайдами львов, обитающих у них на пути. Спрятаться на открытом ландшафте особенно негде. К тому же тут всегда существует угроза нападения со стороны мастеров по скрытности, хитрости и скорости. Передвижение стадом повышает шансы на выживание. Тут действует жестокий расчет. Стадо представляет собой более крупную и заметную мишень. Но опасность для каждой гну в отдельности снижается. Конечно, некоторые из них неизбежно становятся жертвами. Гну. Лев. Казалось бы, соперники не равны. Но при таком количестве переменных результат никак. Лето в американских степях близится к концу. Дни становятся короче. Приближается брачный сезон бизонов. Время, когда самцы стада нападают друг на друга. Явление, известное как гон. Самцы устраивают агрессивные представления, соревнуясь за самок. А потом борьба обостряется. Доминантные самцы сходятся лицом к лицу с чередой претендентов, каждый из которых твердо решил отнять у него право доступа к самкам. При встрече одного бизона с другим нет места ничему, кроме ударов. В чем секрет внутреннего строения самых крупных животных Северной Америки? Откуда берется эта их огромная сила? С ранних лет у них проявляется бизоний характер. Хоть у них нет еще сил его отстоять. Но всего за несколько лет их вес становится больше 900 килограмм. При такой телесной броне они готовы к дракам. А в момент удара все зависит от необыкновенной внутренней конструкции. Крупное костное надплечье создано, чтобы увеличивать темп наступления до предела. Огромные позвонки поддерживают фирменный горб. Шлем из шерсти и шкуры толщиной в несколько сантиметров закрывает твердый, как камень, череп. Это одна из самых плотных защитных прокладок в природе. И плюс ко всему страшно острые износостойкие рога длиной до трети метра. Битва кипит, и в этих самцах играет в два раза больше андрогенных гормонов, чем обычно, что снижает их болевую чувствительность. Один из претендентов отступает. И в итоге сдается. Животные, у которых бывают периоды гона, сталкиваются головами. Змея рискует и закапывается в землю. Наконец, она отступает. В затяжной борьбе между хищником и его жертвой наступательное оружие часто вызывает ответные меры. Гремучие змеи и белки оказались посреди эволюционной гонки вооружений, которая длится миллионы лет. И все же каждый раз, когда эти двое встречаются лицом к лицу, все сводится к выживанию. Не все луговые стычки — это битва один на один. Нередко врагу противостоит целое стадо. Порой нужно, чтобы вся армия реагировала на захватчика немедленно, как один. Когда речь заходит о термитах, представление о стаде выводится на новый уровень. Они образуют суперколонии, способные строить супербольшие крепости. Словно замки, они возвышаются более чем на 6 метров ввысь. Термитники создают безопасные зоны посреди открытых лугов. Влажный микроклимат, защищенный от высушивающего воздействия африканского солнца. Для благополучия гнезда главное — это инженерия. Он ловит ветер, чтобы в термитнике циркулировал воздух. В нем есть протяженная сеть коммуникаций. Но это вовсе не рай, ведь незваные гости наведываются сюда так часто. Неудивительно, что вкус термитов полюбился стольким животным. Их очень много. По всему миру муравьи и термиты составляют 20% всего животного мира. И это превосходный источник пищи, ведь в них больше белка, чем в бифштексе. Самка белки бросается в бой в попытке отразить нападение захватчика. Змея рискует и закапывается в землю. Наконец, она отступает. В затяжной борьбе между хищником и его жертвой наступательное оружие часто вызывает ответные меры. Гремучие змеи и белки оказались посреди эволюционной гонки вооружений, которая длится миллионы лет. И все же каждый раз, когда эти двое встречаются лицом к лицу, все сводится к выживанию. Не все луговые стычки — это битва один на один. Нередко врагу противостоит целое стадо. Порой нужно, чтобы вся армия реагировала на захватчика немедленно, как один. Когда речь заходит о термитах, представление о стаде выводится на новый уровень. Они образуют суперколонии, способные строить супербольшие крепости. Словно замки, они возвышаются более чем на 6 метров ввысь. Термитники создают безопасные зоны посреди открытых лугов. Влажный микроклимат, защищенный от высушивающего воздействия африканского солнца. Для благополучия гнезда главное — это инженерия. Он ловит ветер, чтобы в термитнике циркулировал воздух. В нем есть протяженная сеть коммуникаций. Но это вовсе не рай. Ведь незваные гости наведываются сюда так часто. Неудивительно, что вкус термитов полюбился стольким животным. Их очень много. По всему миру муравьи и термиты составляют 20% всего самых сильных охотников на Земле. Стада и охотники. Эта вечная борьба приводит к одним из самых драматичных столкновений в природе. Гну против львов. Бизоны против бизонов. Стада, строящие подземные крепости. Охотники, спускающиеся с неба. И ни с чем не сравнимый миг с участием самых быстрых соперников саванны. Это чудесные моменты. Просто увидеть их уже удивительно. А снять на пленку зачастую невозможно. Слишком быстро, чтобы угнаться за гепардом. Слишком неожиданно, чтобы выследить хищных птиц. Львы, затерявшиеся в траве, которая растет в саванне повсюду. Но сняв эту драму, с перерывами, мы сможем разгадать тайны одних из самых совершенных состязаний в природе. В африканском парке Серенгети самые роковые события разыгрываются между огромными стадами, мигрирующих к гну численностью более миллиона особей. И прайдами львов, обитающих у них на пути. Спрятаться на открытом ландшафте особенно негде. К тому же тут всегда существует угроза нападения со стороны мастеров по скрытности, хитрости и скорости. Передвижение стадом повышает шансы на выживание. Тут действует жестокий расчет. Стадо представляет собой более крупную и заметную мишень. Но опасность для каждой гну в отдельности снижается. Конечно, некоторые из них неизбежно становятся жертвами. Гну, лев. Казалось бы, соперники не равны. Но при таком количестве переменных результат никогда неизвестен. Гадюк планеты — это тепло-чувствительные органы, расположенные по бокам их головы. Их называют лицевыми ямками. Это внешние отверстия, внутри которых два чрезвычайно чувствительных регистра тепла, помогающие змеям судить о местонахождении и размерах теплокровной жертвы. Действуя как пара рудиментарных глаз, тепловые ямки позволяют змеям отличать организмы, температуру тела которых всего на 0,003 градуса выше температуры окружающей среды. Но каким-то образом белки все это поняли или, по крайней мере, научились использовать способность гремучих змей улавливать тепло против них самих. Столкнувшись с гремучей змеей, белка начинает бешено махать хвостом. Это не паника. Так кровь приливает к хвосту, и он становится почти таким же горячим, как остальное тело. В итоге тепловое очертание кажется больше. Змея переходит в оборону. Прибегают другие белки и начинают щебетать, издавая крики тревоги, чтобы предупредить остальную колонию. Взрослые белки могут рискнуть и проявить смелость. Даже если их укусят, тензимы у них в крови сделают яд менее токсичным. В основном опасность грозит детенышам белок, которые еще восприимчивее к яду гремучей змеи. И, похоже, гремучие змеи это понимают. Они обыскивают колонию, выискивая входы в норы. Гремучая змея напоминает ракету с тепловой системой самонаведения, направляясь прямиком к норе. С этим не хочет столкнуться ни один родитель. Но это момент истины. Самка белки бросается в бой в попытке отразить нападение захватчика. Змея рискует и закапывается в землю. Наконец, она отступает. Затяжной борьбе между хищником и его жертвой наступательное оружие часто вызывает ответные меры. Гремучки. А потом борьба обостряется. Доминантные самцы сходятся лицом к лицу с чередой претендентов, каждый из которых твердо решил отнять у него право доступа к самкам. При встрече одного бизона с другим нет места ничему, кроме ударов. В чем секрет внутреннего строения самых крупных животных Северной Америки? Откуда берется это их огромная сила? С ранних лет у них проявляется бизоний характер. Хоть у них нет еще сил его отстоять, но всего за несколько лет их вес становится больше 900 килограмм. При такой телесной броне они готовы к дракам. А в момент удара все зависит от необыкновенной внутренней конструкции. Крупное костное надплечье создано, чтобы увеличивать темп наступления до предела. Огромные позвонки поддерживают фирменный горб. Шлем из шерсти и шкуры толщиной в несколько сантиметров закрывает твердый, как камень череп. Это одна из самых плотных защитных прокладок в природе. И плюс ко всему страшно острые износостойкие рога, длиной до трети метра. Битва кипит, и в этих самцах играет в два раза больше андрогенных гормонов, чем обычно, что снижает их болевую чувствительность. Один из претендентов отступает... ...и в итоге сдается. Животные, у которых бывают периоды гона, сталкиваются головами лишь раз в год. А для других биться головой – это образ жизни. Это один из самых знакомых звуков. Существо, дающее знать о своем присутствии. Да так, что и не скажешь, что оно столь мало. Но представить себе другое животное, помимо царя зверей, с такими сверхъестественными силами. Скоростью, мощью, челюстями и когтями. Но у одного существа все это есть. И оно умеет летать. С размахом крыльев, равным двум метрам, беркут – одна из самых крупных и, пожалуй, самых свирепых хищных птиц. Это хищники. Ведь самая характерная их черта – захват и убийство жертвы лапами с когтями на концах. Этот воздушный охотник патрулирует территорию площадью более 24 квадратных километров. И бросается вниз со скоростью почти 320 километров в час. Он способен убивать добычу размером с оленя. Но в основном беркуты кормятся зайцами и сусликами. А в степях – американскими зайцами. Вытянутые когти выпускаются сверху, будто пули. Преследуемый зверь в беде. Он мечется по земле в отчаянной попытке убежать. Но несмотря на весь их арсенал, технику и способности, беркуты выигрывают не всегда. Несмотря на полное преимущество соперника, «Заяц» может выжить в воздушной атаке беркута. Чтобы понять, почему на мгновение наступает передышка, миг, когда жертва превосходит охотника, нам надо вернуться к началу. Когда беркут летал высоко в небе, используя свои широкие крылья для ловли тепловых потоков. Кости в крыльях беркута полы, и благодаря чему они мало весят. В основном, вся тело и сила птицы сосредоточены в летательных мышцах в груди. Субтитры создавал DimaTorzok